Абсума Всем привет. У меня сегодня тема будет такая, которая близка не только с ААСом, а в принципе многим бизнесам. И это достаточно такая узкая ниша digital deal platform на примере Абсума и наш опыт взаимодействия с ними. Что же такое Абсума? Вот что говорят они о себе сами. Отлично. Так вот, Абсума это такая платформа, которая позволяет продавать цифровые товары и сервисы. Она была основана в 2010 году Нуа Каганом, который ведет сейчас очень популярный блог okdork.com. Кто не читает, обязательно подпишитесь. И это такое сообщество фриков для фриков, которое эволюционировало в сервис summa.com. Домен был купен за миллион долларов пару лет назад. И этот сервис позволяет решать простые проблемы очень простым способом. И когда вы будете думать о размещении своих сделок на этом сервисе, также думайте о том, как подать свою информацию максимально просто. Также в 2016 году они запустили конференцию Summa.com, которая позволяет развивать их комьюнити как комьюнити. И это одно из главных отличий их от других цифровых платформ. То, что они не просто сервис для делсикеров, а это некая семья. Как я говорил Ансона Ноа Каганом, потом платформу вел Антон Сипетов. Несмотря на то, что он Антон и Сипетов, по-русски он знает только привет. И сейчас платформой заведует Айман Аль Абдула. И если посмотреть на фотки, все они такие слегка crazy. И в дальнейшем вы поймете, почему именно так и почему это нужно помнить в голове. Что эта платформа делает? Она позволяет вам получить кастомеров и заработать денег. Много денег. На ней можно подавать как подписки. Месячные, годовые, лайфтайм. Все зависит от того, как вы договоритесь с ними. Об этом мы тоже остановимся немножко позже. Можно продавать различные видеогайды и сервисы. Платформа сама по себе стартовала из того, что Ноа после того, как ушел из Фейсбука, он стал записывать различные гайды, как строить имейл-лист, как правильно писать письма, как правильно делать бизнес-девелопмент. И стал строить такую подписку. По мере набора подписчиков он стал включать туда сторонние сделки и таким образом бизнес рос. Органически, без никаких инвестиций. Команда, кстати, Абсума всего 10 человек. Также можно продавать любые продукты поштучно. И наш опыт. Мы провели на текущий момент 9 сделок. Самая длинная длилась 135 дней. Она была самая неуспешная. Мы продали 400 штук. Самая короткая длилась один день. Почему? Потому что это был Black Friday. Самая лучшая длилась три дня. Она была не самая успешная, но я ее очень запомню. Это была та сделка, когда у нас наконец все стало работать. Первый раз мы продали 400 сделок за 135 дней. Второй раз мы продали 1500 сделок за 9 дней. И когда мы вышли со следующей сделкой, понимая, что вроде бы как у нас уже все обкатано, мы хотели продать 3000 сделок за те же 9 дней. Они закончились за 3. И мы поняли, что мы наконец-то поняли, как работать с этим сервисом. Мы попробовали все возможные методы взаимодействия с платформой. И за эти несколько лет мы заработали на ней больше 3 миллионов долларов. Я думаю, что достаточно неплохой результат. И порог входа очень низкий. Вот так вот выглядел наш рост. Из ничего до больше чем 30 тысяч продаж в 2017 году. Какие же важные составляющие успеха? Первое, это должно быть value, описанное простым понятным языком. И нельзя продавать это как софт для автоматизации имейлов. Продавать это нужно примерно так. You would sell your kids for this lifetime deal. Или уповать на какие-то штуки, которые ценятся у них внутри комьюнити. Вот второй email, это from the desk of Noakagan. Когда мы запускали нашу сделку в марте этого года, мы использовали такой хедлайн, который, казалось бы, абсолютно никаким образом не соответствует тому, что мы запускаем. Но он увеличил открываемость писем в два раза со слов ребят. Очень важно правильно структурировать оффер. Сделать его таким образом, чтобы вы не просто продали свою услугу с каким-то дискаунтом, а сделали оффер таким образом, чтобы вы могли потом что-то допродать. В случае SaaS идеальная штука, это если у вас есть freemium, есть какой-то платный план, вы делаете что-то посередине и продаете это. Вроде это работает, но с другой стороны это костыль, который не дает полноценно работать ребятам. Так делал серпстат, например, насколько я знаю. Очень важно думать над тем, какую стоимость поставить на свою сделку. Можно, работает все в диапазоне от 10 до 149 долларов, но не работает ничего дороже. Лучшая цена, со слов основателей платформы и нашего опыта, это 39-49 долларов сделка. 99-долларовая сделка, которая находится посередине, реформит хуже, чем все остальное. Поэтому странно, но вот как-то оно так. Про месседж я сказал. Мы все привыкли делать какие-то классные развивающиеся видео, которые объясняли, как пользоваться сервисом. Возможно, даже делали какой-то первоначальный онбординг. Как правило, там это ничего не нужно. Нужен какой-то очень простой посыл. Вот у нас на фотке было. Я купил сделку депозит фотос, посмотрите, какой я рад. Или на соседнем скриншоте ребята запускались в следующий раз. Это их не первая сделка была. Они сделали скриншот того, сколько людей купило их продукт, как они оценили и какие бенефиты этого делало. Вот так оно работало. Если у вас действительно сложный продукт, то, конечно, можно заморочиться с видео, но, как правило, ресурсы на это затраченные не будут стоить той дополнительной ценности, которую вы от этого получите. Важно при проведении сделок получить хорошую поддержку от комьюнити. Почему? Потому что я рассматриваю этот инструмент не как one-off launch, а как инструмент, который можно работать в долгосрочной перспективе. Запоминайте все хорошие отзывы и потом, когда будете делать креативы или вам будут делать креативы, используйте эти отзывы как референсы, они существенно улучшат конверт следующих сделок. Очень важно в день сделки посадить много людей на суппорт. Мы это несколько раз не знали, пока не вышли на какие-то хорошие объемы. Все случается как? Первый раз ты запускаешь, может, не очень хорошо получится. Второй раз запускаешь, уже вроде как-то так. Третий раз, когда ты уже на все грабли наступил, ты запускаешь, все круто. У тебя сидит два человека на суппорте, или твой суппорт вообще об этом ничего не знает. И приходит за день 10 тысяч человек, 20 тысяч человек спросить, а правда, что эта сделка существует? Как ее воспользоваться? Это не скам. И если они не находят правильного ответа от вашего суппорта, они возвращаются обратно на AppSumo и пишут, их кастомер суппорт об этой сделке ничего не знает. Или они сказали, что так сделать нельзя. Или еще какая-нибудь чушь, которая в результате очень сильно сказывается на конверсии. Почему это важно? Потому что 40% денег приходит в первый день. Если вы провтыкали первый день, то у вас, в принципе, уже сделка не сильно удачная. 10% денег приходит в последний день, и 50% – это длинный хвост посередине. Right timing – правильное время запуска сделки. Мы экспериментировали много раз, разные дни недели, разное время. Что для нас лучше всего работает, и какой бы подход советовал я, это запускать вашу сделку в полночь по Калифорнии между воскресеньем и понедельником, но при этом, чтобы саму сделку запустили немножко раньше. Для чего? Для того, чтобы люди, которым это действительно было нужно, они, которые увидели email, нашли эту сделку органически, купили, поставили хороший отзыв, и на ваш email пришло, на вашу рассылку уже пришли люди, которые видят, что это клевая штука. Вот это работает у нас таким образом. Важно, чтобы ваша история была целостная. Если вы запустили первую разделку, и у вас была какая-то история там, то в следующий раз, когда вы запускаете, вы должны придерживаться той истории, которую вы рассказывали. Иначе ваши потенциальные покупатели будут видеть несоответствие ваших старых обещаний новым, и это будет вызывать негатив, который вам не нужен. Мы старались этого придерживаться в последнее время, и это для нас работало. И когда у вас все получилось, не старайтесь запускать свою сделку слишком часто. Многие ребята, когда запускаются, считают, что оп-хоп, все круто, у нас получилось. Мы собрали много денег, там 100, 200, 300 тысяч долларов. Давай теперь это делать каждый квартал. Я знаю одну такую историю, когда ребята два квартала сделали успешно, третий квартал был не очень успешно, четвертый квартал был не успешно, но они четыре квартала продолжали это делать. Через полгода они сделали, получили точно такой же результат, как в четвертом квартале. Они просто истощили аудиторию, и она уже потеряла ценность этого продукта. Они считали, что им нужен дискаунт от дискаунта, а это явно не то, чего хотели бы вы видеть. Здесь бы хотел обратить внимание, что на AppSumo есть обычные сделки, которые длятся в среднем 8-12 дней. Также у них есть сделки на Black Friday. Мы делали сделку на Black Friday, и в принципе я не рекомендую ее делать. Почему? Потому что она точно повторяет вот эту вот картинку. Она длится один день, дает 40% денег в первый день, а длинного хвоста нет, потому что сделка закончилась. И важный момент – комиссия. Стоит ли это вообще того? Стандартный оффер, который вы получите, после того, как вы им напишите, 15 или 20% вам, все остальное им. Не очень круто, правда? Вы можете с успехом договориться о сплите 30 на 70 для первой сделки. Может быть лучше, если у вас получится, хотя я не уверен. Но если ваша сделка будет успешной, то в будущем вы можете объяснить, почему вы не можете продолжать на таких условиях. Они уже будут хотеть ваше присутствие на своей платформе. Как сделали в свое время мы? Мы после того, как у нас механизм полностью был отработан, устроили звонок с нашей командой и с их командой ей объяснили, что у нас есть постоянные затраты. Нам нравится привлекать пользователей с их платформы, но это для нас порой не всегда выгодно. Мы немножко слукавили, потому что мы очень хорошо на этом зарабатывали благодаря апсейлам, но нам поверили. И мы сторговались на хорошую цифру, которую я, к сожалению, не могу озвучить, но она существенно лучше, чем 30%. Также здесь важно сказать, что многие говорят о том, что я не хочу дисконтировать свой бренд, поэтому я в таких штуках участвовать не буду. Посмотрите на свой customer acquisition и подумайте, сколько вам стоит привлечь нового пользователя. На американском рынке у большинства компаний этот показатель больше 100 долларов. Запуская сделку, вы жертвуете какой-то своей себестоимостью. И если вы даже не получите прибыль, то вы однозначно получите пользователей, на которых проверите свои гипотезы гораздо дешевле. Это, кстати, кейс там, в том числе промо-репаблика. Когда не тратя много денег на acquisition или не тратя их вообще, можно получить тысячи пользователей. Но я бы рекомендовал все-таки придумать какую-то такую структуру, которая бы позволила вам на этом заработать и сразу, и потом в виде апсейла. Или хотя бы в виде апсейла. И еще хотел бы поговорить о других платформах. Минус апсума – это то, что это о цифровых сделках, это о узком софте, который нужен фрикам. Есть другие платформы, которые очень крутые по популярности, на которых можно собрать меньше денег, но которые имеют другой профиль. Я бы хотел выделить здесь платформу StackSocial, у которой модель такова, что у платформы органических посетителей порядка двух миллионов, плюс у них есть affiliate distribution на разных сайтах, когда они встраивают свой магазин в различные платформы. Они работают с разными вертикалями, продают все, начинают дизайн-бандлс и софта, заканчивая реальными штуками типа мобильных телефонов, шлемов виртуальной реальности и всяких разных других штук. Их магазин, например, внедрен на сайте The Next Web. У них модель немножко другая. Они более прогрессивны, чем Absumo. С Absumo даже не нужно заключать контракт. Все построено на доверии. Если вы за них попросите контракт, они могут вас отрубить. А в случае с StackSocial они вас попросят заполнить форму или W8 или W9, в зависимости от того, от какой компании вы туда будете идти. Они умеют интегрироваться с вашим сервисом по IP, то есть не обязательно думать о каких-то купонах или ссылках, или еще о чем-то. Вы можете активировать пользователей по опишке, иметь информацию у себя и таким образом отстукивать это все. Кроме этого, они работают по двум моделям. Первая – это когда вы продаете свой софт, например, с большой скидкой. Это многим может быть неинтересно или наоборот интересно. А вторая модель, которая суперинтересная, это можно раздавать на их платформе триалы и ничего не получая от пользователей, кроме данных кредитной карты у себя на сайте. Оплатить им просто как за лиды. И это очень часто может оказаться дешевле, чем тот же контекст. Достаточно такой интересный канал, о котором никто не знает. Подумайте. Еще я хотел бы выделить такой сайт, как MightyDeals. Если ваш бизнес связан с дизайном, с дизайнерами, с какими-то скриптами, фотошопом, подумайте об этой платформе. На ней можно зарабатывать достаточно прилично денег. Я ее ценю где-то как 1 третью, как от Апсуму. Они вообще выросли из такого сайта, как webdesigner.deepa.com, у которого громадная аудитория. У самых MightyDeals полтора миллиона подписчиков, плюс есть собственная сеть подобностей к social, когда магазины встроены в популярные дизайн-блоги и медиа. И они тоже достаточно круто продают. Есть большой хвост всех остальных, но я бы советовал сконцентрироваться на каких-то отдельных платформах, потому что у каждой из них есть свои сверчки в голове. В случае с TechSocial это то, что их сделка должна проходить минимум 30 дней. В случае с Апсуму они всегда хотят, чтобы ваша сделка была, которую вы проводите у них, была самой лучшей. В случае с MightyDeals по их правилам вы не имеете права проводить у себя на сайте или на third party сайте какие-то сделки, какие-то акции, которые будут конфликтовать с той сделкой, которую вы разместили. Поэтому больше, чем 2-3 вы разместите вряд ли, но большой бонус в том, что более мелкие платформы, они заинтересованы, в принципе, с вами работать на разных условиях. И мы, например, периодически на них выходим с каким-то маленьким дискаунтом. И это с миру по нитке, но с каждой платформы еще плюс 5000 долларов в год можно получить без особых усилий. Вот как-то так. Главный вопрос, как туда попасть, потому что часто можно писать и не получить ответ или не договориться о нужных условиях. Я могу сделать интро на все платформы и более того, я вчера переписывался с Апсуму, не успел поменять слайд, но они сказали, что по коду SaaS Nation они будут говорить с каждым, кто придет. Всем спасибо. Класс. Слушай, крутой доклад. Это такой один из инструментов, который реально life-changing для стартапов. На самом деле, мы когда первый раз пришли, у нас объективно ничего не получилось. Мы продали 400 сделок за 3,5 месяца. На этом обычно можно обломаться и второй раз не зайти. Нет, нужно пробовать, выстраивать, и все в итоге работает. Не знаю, нас ввели прям за ручку, все за нас делали. Мы, конечно, смотрели, насколько это вменяемо, но нам как-то было очень просто. Может, они уже просто научились, они уже четко знают, на что реагирует их аудитория. Они полностью писали вот эту сделку, это дил для нас. Мы дали им только несколько материалов. Ну, смотри, мы вернемся вот сюда. Вот здесь есть такой замечательный слайд. Консистенции языки. Справа скриншот самых популярных сделок на платформе. 4 из 105 – это наши. Есть вот этот слайд. Мы в этом году сделали 32 тысячи сделок. Мы еще запускаем абсолютно новый формат на Black Friday. А в следующем году хотим сделать 80 тысяч. Расскажи, это какой-то уникальный формат Black Friday? Потому что я разговаривал несколько дней назад, неделю назад. Ребята говорят, sorry, может, только нам. Но они говорят, sorry, мы Black Friday отменили. Мы не делаем больше Black Friday. Мы делаем только сделку раз в 10 месяцев с одной и той же компанией. Если она успешна. Здесь важно то, что у них есть маржинальность с каждой сделки. Окей. И есть средняя стоимость сделки. Я цифры знаю, а алгазист, к сожалению, не могу. И будучи слишком persistent в появлении у них на платформе, вы вредите сами себе. Во-первых, они видят вашу настойчивость там быть, значит, они могут вас отжимать. А второе, часто запуская кого-то, они вредят самим себе, потому что пользователи покупают хуже. У них в неделе 50, в году 52 недели. Соответственно, они могут сделать 52 акции. Соответственно, если делать кого-то больше, чем один раз, то они сильно сужают количество офферов, которые они могут запустить. И аудитория будет вымываться. Оно им надо? Да, согласен. Но, кстати, интересная штука, которую мы заметили. Примерно 25% аудитории повторяется из года в год. И в каждой сделке 75% новых кастомеров. Но у вас не лайфтайм, у вас другая система, у вас ваучер, правильно? Это значит, что даже продавая лайфтайм, каждый раз у вас есть 75% новой аудитории, которой вы можете достучаться. Круто. Ну и у них появился брифкейс, это что-то типа сетапа, только с сервисами, с АС сервисами. Я знаю, что вы там. Мне, кстати, интересно поделиться, услышать результат. Есть еще 20 секунд, я могу быстренько рассказать. Давай. Это что-то а-ля App Store, то есть AppSumo, они тоже развивают себя как бизнес. Они заинтродюсили новый продукт, это как App Store, в который они включают SaaS, по которым у них получилось. То есть было много продаж, они хорошо заработали. По сути, они сделали своих звезд, в своей комьюнити, в своей аудитории. PromoRepublic никто не знал, сейчас все абсумисты знают PromoRepublic. Они говорят, ребята, давайте в брифкейс by AppSumo. Мы говорим, ну так а как мы будем считать вообще? То есть как вообще мы будем получать деньги? Они говорят, ну мы в принципе еще стартап, это MVP, мы особо там никак ничего не автоматизируем. Давайте мы будем вам переводить от 5 до 10 тысяч долларов ежемесячно. Сейчас у нас всего 2 тысячи или 3 тысячи юзеров в брифкейсе. Мы еще не знаем, как там правильно считать, сколько людей будет юзать. Мы вам дадим гораздо меньше за одну подписку, чем на их обычном диле, то есть в два раза меньше. Но они говорят, ну и пользоваться ими не будут все, кто покупают. То есть они по сути инвестируют сейчас в эту штуку, и сейчас это выгодно. Но хотелось бы, чтобы они реально внедрили систему, по которой мы получаем за реальное использование нашего сервиса, тогда это будет MRR практически. Master Recurring Revenues. Но это прикольно, это работает, прекрасный бонус. Будет круто, но мы пока не рискуем. Окей. Да, классный кейс. Читайте тоже наш кейс в интернете, промо-репаблик на Апсуму и кейс серпстата. Разные истории, разные нюансы. А есть еще вопросы по этому инструменту в зале? Пожалуйста. Все очень сильно зависит от того, какой именно ваш продукт. Компетеру на таком сервисе продать невозможно. Но опять же возвращаясь вот сильно сюда назад. Вот сюда. Number four ever – это deal от Webinar Ninja, который рассчитан на B2B. То есть выкрутить можно. Главное подойти к этому с умом. Кстати, фишка по поводу цены есть. Я не знаю, знали вы о таком или нет. Апсума практикует такую штуку, когда вы можете сделать тестовый оффер с разной ценой, протестировать его, не запуская на узкий сегмент аудитории и запустить потом с той ценой, которая лучше всего отклик получила. Ага. Ну нам не предлагали, но походу, если большой потенциал, они делают такой A-B-тест, чтобы больше получить в итоге. Круто. Не знал. Еще вопросы? Ага. Все, нет? Все понятно? Тогда мой вопрос. Апсумо с точки зрения дипломатии и так далее. То есть мы когда с ними общаемся, они под конец, после успешной сделки, такие говорят, ребята, с нашими конкурентами не дружите, у вас все будет плохо, там у них ничего нету. Я тебе покажу скриншоты, там все прям плачут. Вообще туда не идите, туда не ходите, из лужи не пейте, козлятами станете. После того, как вы пробовали запускаться на другой платформе, как-то это подпортило отношение с Апсумо или нет? Непосредственно нет. Они фрики, мы фрики. Мы нашли общий язык. Но единственное, что они требуют, это их сделка должна быть самой лучшей. Это залог лояльности аудитории. Мы одновременно, до того, как мы вышли на Апсумо, мы продавались на Mighty Deals. Но после того, как мы поняли, у какой платформы для нас потенциал лучше, мы отдали преференции. То есть сейчас вы Апсумо больше не используете другие, как регулярные инструменты? Мы используем Апсумо, Stacks Social и Mighty Deals. Ага, и Maintenance тоже такая комбинация. Окей, круто. У нас буквально сегодня подтвердили на Stacks Social. Мне интересно, что из этого получится. Прикольно. Окей. Вопросов не появилось тогда. А, появилось. Молодой человек. По лосатому свитерию. Так. Не, секундочку. Вообще ничего не слышно. Давай мой микрофон. По Stacks Social вопрос. Один из режимов, вы сказали, что вам передают данные карточки, что я вот это не очень понял. То есть там запускается триал и Stacks Social вам дают данные карточки? Они умеют работать по опишке, они умеют по опишке отследить, что этот клиент пришел к вам на ваш триал, у вас ввел кредитную карту, вы им должны заплатить денег. И вы его просто подписываете на subscription? Да, вы его подписываете у себя на триал, у себя потом дальше чаржите, но главное за этот лид заплатить платформе. Все, я понял. Да, они уже вам сами счет выставят. Окей. А вот еще один вопрос. Молодой человек. Кстати, вопрос как бы к двум спикерам, которые сейчас появились на сцене. То есть я знаю, у вас в принципе транзакционный дел, правильно? То есть вы там какую-то порцию продали и в принципе потом можете продать следующую порцию. В то же время у вас это subscription service. Как вы структурировали свой сервис subscription и планировали upsell? Потому что как бы там у вас использовали фотографии, купили еще пачку. А вот, ну, возможно, я не совсем полностью понимаю. Я могу на примере. Сирпстат, например, делал не так, но как бы я их сделал на их месте, я бы сделал не так, как они. Сервис, который позволяет, например, сканировать позиции сайта в поисковых системах. Можно продать это в виде подписки на год или там lifetime, а можно продать в виде 100 тысяч кредитов, которые позволяют сделать там 100 тысяч сканов. и можно вашим программистам дать задачу, не имея такого плана у себя на сайте, запилить такой промокод, который будет давать такую функциональность только этим пользователям. Вот вы вышли. Или же если у вас подписка, ну, про подписку можешь ты рассказать. Да, то есть мы, первый наш deal, это был в прошлом году. Мы, в принципе, вообще были на все готовы, чтобы получить юзеров. То есть нам было главное получить людей в нашем сервисе, чтобы можно было мерить, как они пользуются, улучшать, получать фидбэки. Нам 400 комментариев написали, половина из них, типа, ребята, доработайте то, это, это. Мы ждем. Это lifetime подписка. Сейчас мы вышли второй раз, но мы себе все правильно объяснили вот как. То есть мы готовим релиз функционала, который, по сути, мы надеемся, можно будет продать. Это не будет лучший пакет, это будет качественно другой сервис. И поэтому мы решили сделать такой из нашего do-it-yourself продукта такой себе не freemium, а cheapium. То есть заонбордить себе ребят, которые хоть что-то заплатили, а если они хоть что-то заплатили, то они активные пользователи. Кстати, абсумисты, они активные пользователи. Это такие чуваки, повернутые на софте, там их комментарии просто капец. Если обычно комментарий был, ой-ой-ой, что-то чуть-чуть не работает, тут ребята пишут 20 пунктов просто. Это, 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 это не так, а почему тут не работает, а здесь не допилили. Мы просто были в шоке. Но классный фидбэк. То есть потенциал абсейла ни в первом, ни в втором, ни в первой, ни в второй сделке абсейл не сработал. Мы правильно себе объясняем, что все произойдет в будущем. И мы сможем заобселить этим ребятам. Ну, я еще, время закончилось, но лучше всего работает, это если взять свой самый базовый план, выкусить из него те функции, которые позволят пользователю не покупать ваш платный. Чтобы он был не такой, как бесплатный, он сильно полезнее, но в то же время не хватало каких-то essentials. Вот тогда это позволит вам делать этот абсейл. Окей, Вадим, спасибо огромное.